Если вы хотите узнать кое-что интересное про Адванс Роли Плей, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Андрей Пантелеевич Ринга. Мало кто из вас знает, но это один из моих самых любимых основателей серверов. Где-то на уровне, возможно, с Максимом Кутрявцевым или... Да, в общем-то, я думаю, что более ничего и не надо. Где-то на уровне с Максимом Кутрявцевым и его проектом под названием Вольф Роли Плей. Вот то есть Андрей Ринга и Максим Кутрявцев, они, так знаете, на одной плоскости. И вот между ними такое, знаете ли, равное расстояние. Лично для меня, не знаю, как для вас, можете всю эту тему осветить в комментариях своего мнения и вот какие-то прочие вещи. Я всё это читаю, со всем этим ознакомливаюсь и под некоторые комментарии я даже ставлю лайки. Дизлайки, разумеется, не ставлю, потому что их всё равно никто не видит. Да и зачем всё это нужно? Не важно, абсолютно. Это... это не важно. Так вот, а что бы я сегодня хотел сказать? Уже давно, уже на протяжении нескольких месяцев, столетий, веков, годов, я не знаю, там, прочих вещей. Мы с Ангелом Кассата постоянно говорим Андрею Ринга, что нужно немного, знаете ли, поменять политику своего сервера, своего проекта. Потому что мы оба начали с Advanced Roller Play. Хотя я не помню вообще, с чего я начал. Это такое, знаете ли, немного странное. Как считается то, откуда ты начал, да? То есть я играл и на Сампропе, и на Advanced Roller Play. Но вот именно больше всего, если вот так по времени, то я, разумеется, играл на Advanced Roller Play. Первые ролики были на Advanced Roller Play. Там, я не знаю, первые какие-то конфликты и всё прочее было на Advanced Roller Play. Поэтому Advanced Roller Play и Андрею Ринга, они как никто, мне дороги. Вот это вот, знаете, графоманы, вот этот вот замечательный сервер, замечательный проект, который в прошлом был такой, знаете, топ-1. А сейчас он вроде как не топ-1, и вообще непонятно, куда всё это катится. Но сегодня я бы хотел, опять-таки, знаете, немного помочь моему старому другу Андрею Ринга. Потому что кому, как не ему, да, давать советы. У нас есть много примеров удачных, неудачных проектов по типу Аврора Ролеплей, там, или какие-то прочие сервера. То есть, ну, их много. И абсолютно большому количеству серверов мы с, опять-таки, моим дорогим коллегой Ангелом Касадо давали советы. А вот прислушались ли к ним? Ну, вы можете сами посмотреть, допустим, Аврора Ролеплей, или там Триумф Ролеплей. Где они сейчас? Есть ли про них что-то, какая-то информация? Слышно ли про них что-то? И я крайне сомневаюсь, что про них вообще хоть что-то слышно за последнюю, там, я не знаю, неделю, возможно, две. Слышно только там одно. То, что там проекты вроде как переоткрываются, что-то там с ними делаются. А потом всё по итогу скатывается в одно. То, что проекты выставлены на продажу за какие-то смешные, там, я не знаю, 50, 70, 100 тысяч рублей. Для игрового проекта в GTA Sampe это сущие копейки, я вас абсолютно точно уверю. Потому что при особом упорстве, при особом желании, эти 50-70 тысяч рублей, они окупаются за месяц такой, знаете, плодотворной, активной работы. И вам даже не нужно 13 игровых серверов, или, боже упаси, там, я не знаю, 12 игровых серверов. Хватит одного сервера, забитого до конца, чтобы вот это вот всё окупить. И какие-то, знаете, более-менее нормальные акции. Это вполне реально, но давайте сегодня мы не будем об этом говорить. Всё-таки много уже было роликов посвящено, там, как и Аврора Ролеплей, как и Триумф Ролеплей. Суки, вот вы специально делаете название серверов с большим количеством букв R, чтобы я такой, типа, а, блять, R, R, типа, блять, мне больно, мне больно говорить эту хуйню, прекратите, пожалуйста. Ну ладно, неважно. Так вот, Андрей Ринга не так давно заявил, что будет, так знаете ли, привлекать ютуберов на свой проект. И это замечательно, потому что маленькие ютуберы на GTA Sampe проекте, они вот и несут чаще всего такой, знаете, какой-то начальный онлайн. Чаще всего они распределяют информацию по серверу вот на просторах ютуба более-менее равномерно, да и берут сами по себе не особо много денег за всё это. И, в общем-то, да, всё было бы хорошо. Я уж думал, Андрей Ринга, он, знаете, взялся за голову и уже можно его поздравлять с тем, что уже, возможно, скоро будет всё не так уж и плохо, как, допустим, было до этого. Но не тут-то было, скажем прямо, не тут-то было. Ведь Андрей Ринга решил не просто, знаете ли, нанять ютуберов к себе на сервер, чтобы они, так знаете, постепенно, как-то более-менее на просторах ютуба распиаривали весь этот проект. А чтобы он уходил куда-то дальше, там, знаете, вот в эти во все деприи, чтобы как можно больше людей о нём узнавало. Нет, Андрей Ринга придумал кое-что получше. И приготовьтесь сейчас. То есть он решил взять ютубера-миллионника, у которого сейчас, там, знаете, по 10-15 тысяч просмотров, и пригласить его к себе на проект. Я Андрей Ринга, мне ютубера-миллионника позвать, как новый сервер открыть, я уж извиняюсь. Замечательный, замечательный план Андрея Ринга, вы молодец. Вы, в самом деле, вы заслуживаете моего уважения, Андрей Ринга. То есть по цене этого самого ютубера-миллионника мы дальше поговорим о том, кто может, по идее, встать на вот этот, знаете, путь ютубера-миллионника. Кто вообще может возглавить такое, знаете, амбассадорское движение на Advanced Roly Play. Но сейчас мы говорим не про это абсолютно. Так вот, Андрей Ринга решил, ну, по моим личным предположениям, да и по предположениям многих игроков, пригласить к себе на проект Такса. Вот того самого Такса, который снимал, там, знаете, с Филиппином, с Кофи, там, со всеми вот этими прочими летсплейщиками по... В бывшем летсплейщиками по GTA Sample, сейчас летсплейщиками по, ну, каким-то таким, знаете, играм по типу GTA 5, или, там, летсплейщикам по открытию кейсов, или летсплейщикам, там, по всем вот этим, знаете, или прочим вещам. Но не об этом сейчас. То есть, сам факт того, что Такс за вот эти вот свои 2,5, там, плюс-минус миллиона подписчиков возьмёт, ну, до хуище денег. При том, что подписчиков-то у него много, а просмотров-то, ну, как бы, не особо много. То есть, за те же самые деньги, за которые возьмут сейчас Такса, я уверен, что ценник он загнёт, потому что все уже давно знают, что сервера по Сампу это такие дойные коровы, с которых можно взять как следует, при этом отдавая, ну, не особо много. Ну, это факт. Это уже, ну, такой факт для абсолютно всех людей, которые вот только, я не знаю, слышат об этом вот GTA-сампе. То есть, тут сразу деньги, 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 и вот ничего больше. И вот за деньги, за которые возьмут Такса, можно было бы взять, я не знаю, мелких ютуберов, большое количество мелких ютуберов, тем самым отдать им какую-то, знаете ли, работу первоначальную, чтобы они вот начали всё это делать. Когда они, возможно, поднимутся? Возможно, они поднимутся. Разумеется, они попросят ценник побольше, но и, тем не менее, они всегда будут на Advanced Roleplay. И вообще, в предположении того, кто может пойти на вот этот вот сервер GTA-сампа, было много. Там, знаете, Семченко, Адамсон, ну, Адамсон, там, какие-то проблемы с каналом, Семченко, там, вообще, в каком-то инактиве. А Томас Мэнгеймс был, да, тоже неплохой такой, знаете, летсплейщик. А сериалы по Майнкрафту делал и всё прочее, но у него канал вообще отлетел недавно. И он сейчас сидит, там, стримит на Твиче, то есть, там, на 400 человек. Поэтому, скорее всего, всё-таки это будет Такс, либо кто-то из этой тусовки. Возможно, я не знаю, какой-нибудь Евгеха, если он там ещё жив, я вообще не помню, жив ли он-то, что он там вообще сейчас делает. Я последний раз его смотрел, как он лотерейки открывал, и вот что-то такое было. Однако, мы будем следить за развитием всех этих событий. В конце концов, я скажу, ну, я же говорил, что Такс особо много онлайна не принесёт. Хотя, на место вот этого имени Такс можно поставить любого человека. Вот этого вот ютубера-миллионника с 10 тысячами просмотров. Ничего особо точно не изменится. Геймплей данного ролика был заснят на проекте Arizona Roleplay в сервере Phoenix. Переходите в описание, там есть мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить себя на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов. Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором ежедневно выходят разнообразные посты. Возможно, пост, возможно, он будет один. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok